Хей! Здорово, мой друг! Или зритель, который просто по ту сторону экрана. Подпишись на мой канал и поставь лайк, если тебе действительно покажется этот контент достаточно здоровым и интересным. Сегодня я решила разобрать тему моды, образы и вообще, что удобно и модно носить этой зимой. Это будут образы, как зимние парки, теплые свитера, кофты, джинсовые образы, всякие разные меховые изделия, в сочетании с аксессуарами. Если тебе понравится этот влог, если тебе интересно будет посмотреть про моду 2020-2021 год, какие цветовые гаммы сейчас интересны, как можно сочетать ту или иную одежду, даже если у вас нету слишком дорогих финансов, чтобы все это приобрести, вы можете это сочетать и в цветовых гамме. Например, я подобрала подборку самых лучших вещей за 2020-2021 год. Как по мне, мне кажется, что эти вещи достаточно эксклюзивные, удобные, интересные и вынадежные. И, друзья, первый наш образ – это вот такая вот классная стильная парка. Она создана для того, чтобы вот приходит зима, она вас согревает, вы эту вещь покупаете. Для чего вообще вот как бы дизайнеры, стилисты создали вот такого вот плана парку. Такая вещь достаточно модная будет в вашем гардеробе, стильная и нужная. Потому что, во-первых, здесь сочетается вот правильная как бы гаммовая подборка. Синий вот этот вот капюшон и мех, они очень красиво смотрятся, ну, когда белый снег, белые снежинки. Вот. И если вы имеете светлый оттенок волос, как у меня, или же даже если вы брюнетка, то вот данного такого оттенка бронзового, бирюзового оттенка очень красиво сочетается мех с такими светлыми волосами. Очень удобная эта парка, ношу ее с удовольствием. Я считаю, что это новый трендовый дизайн разработчиков 2020-2021. Очень модная парка, стильная и удобная. И, в общем, это нужная вещь в вашем гардеробе на зиму. Я могу сказать честно, что такая вещь достаточно удобная, так как в этой вещи... И, друзья, следующий наш образ, это вот такое великолепное синее пальто. Купила я его в магазине Мия Мода. Шикарное пальто, оно невероятно круто сидит на теле, его почти не ощущается, когда одеваешь. Очень стильно, мне кажется, что вот под такие вот, ну, такой длины пальто можно одеть такие огромные черные очки, и вы великолепно будете выглядеть. Вы будете выглядеть очень дорого, и вот эти две передние пуговицы спереди и сзади на рукавах достаточно красиво и стильно смотрятся. Данное пальто я купила в Мия Моде за 1400 гривен. Это достаточно, ну, нормальная цена, так как есть и подороже пальто, я видела. Но, к сожалению, друзья, это пальто не зимнее. Хотя, я вам честно скажу, вот эта зима, в начале зимы было очень тепло. И я это пальто одевала под свитер. То есть, я под это пальто одевала свитер такой белый. У меня есть мягенький, следующий отрезок видео я вам покажу. Шикарное пальто, оно очень красиво сидит на фигуре. Оно такое модельное, как бы. Можно даже сказать, немножко киношное. Потому что я, как его увидела, я сразу не думала, что я его буду покупать. Я его покупала где-то на протяжении недели, потому что я долго думала, или стоит такое покупать. Потому что качество там, такой самый обычный материал. Но, как же оно красиво сидит. Вот знаете, можно, конечно же, покупать очень дорогие вещи. Но, не всегда, ребята, оно сидит так красиво, как мы его покупаем. То есть, очень важно, чтобы вещи на нас именно сидели. И нам было в них комфортно. В них комфортно. Не только, как бы, внешне, чтобы они были красивые, эти вещи. Но и внутренне, чтобы по нашим ощущениям мы понимали, что эта вещь именно наша. Что мы хотим ее носить. И вот такое вот пальто. Я считаю, что оно достаточно в тренде. Оно в моде. Сейчас очень модно носить пальто именно по колено. Чтобы они прикрывали, как бы, нашу косточку. Данное пальто очень сильно моделирует фигуру. Оно делает нас настоящей женщиной. Настоящей леди. И благодаря такому пальто вы не окажетесь незамеченной в толпе. Вы будете красиво выглядеть. Потому что даже в фильмах, в каких-то там премьерах киношных, женщина вам, образ женщины сюда воспринимается. И поехали дальше. У нас стильный вязаный рюкзак из магазина Аксессуарайз. Эта фирма Аксессуарайз когда-то была на Украине во Львове, в городе, в котором я живу. И вы себе даже не представляете. Представляете, я этот рюкзак купила на сетанге. На таких и других руках. То есть этот рюкзак продавался в дорогущем магазине во Львове. Этих магазинов было считано на пальцах. То есть один магазин в конкурсе, другой в центре. И такой рюкзак стоил 1419 гривен. По-моему, да. На то время, я помню, это были бешеные деньги. И потом, спустя два года, когда этот магазин уже, кстати, закрылся во Львове, я нахожу этот рюкзак на сетанге и покупаю вот в сущие копейки. Что-то за 180 гривен, думаю, я рюкзак этот купила. Но он так классно смотрится. Он весь обшит такими вязаными крутыми штурочками. В общем, этот рюкзак подойдет в настоящий такой фрале, которая любит всякие такие побрякушки, игрушки. Ну и вообще любит всякие такие вязаные изделия. Кстати, ребят, я заметила, что вязаные кофточки, вязаные такие рюкзачки, даже вязаные штаны, они выглядят очень сексуально и круто. То есть, вы можете одеть очки, вы можете одеть сережки классные, блестящие. Вы можете одеть однотонную одежду. Но если у вас такой данный, не так связанный, то вязаные, это как бы вообще, это как бы ручная работа. Мне когда в аксессора еще... И, друзья, следующий у нас образ это джинсовка. Куртки джинсовки всегда были в моде, замечайте. Классную, супер-хитовую, модную куртку. Першка, она из джинсового материала. Сверху я надела белый курт. Еще такой можно прицепить в середину. Но, так как и девушка больная, я захотела его прицепить только сверху. Итак, такой образ 2020-2021 также может быть популярным, так как всегда джинсы был в тренде, джинсы-то всегда круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, что ж, друзья, и следующий наш образ это вот такой вот приятный цветарок из джинсового водка. Это, на самом деле, была очень дорогая вещь в магазине. Это был костюм, и он складывался из вот такого цветарка юбки. Стоил он 2280 гривен, но я попала под акцию и купила, мне продали из МИАМОДА. Всего лишь за 483 гривен данный цветарочек. Дальше я вам покажу фотографии моих других вещей. Этот свитер очень классно подойдет под какую-то легкую курсу, например, вот тот плач. То есть, отсоединяешь мех и одеваешь этот теплый свитер. И, друзья, следующая наша вещь за природой, это вот такой вот классный стильный свитер с джинсами. Посмотрите, какой изысканный цвет из джинсового водка. Как красиво пошили фасон именно на данном свитерочке. Очень красиво. И на эти сердечки есть такие из джинсового водка. Давайте с вами подумаем, почему дизайнер придумал именно вот такой вот дизайн на Найско. Мне кажется, для того, чтобы вот наше тело имеет некоторые вот такие вот геометрические всякие ресурсы. И вот рисунок данной кофточки, данного свитерочка говорит нам о том, что мы имеем очень красивые изысканные тонкости нашей фигуры, которая некоторая одежда совершенно скрывает. Но данная кофточка очень классно подчеркивает. Следующая наша вещь, это вот такая джинсовая куртка. Я здесь на руках своего любимого кота, которого зовут Люк. И вот такая джинсовая куртка. И вот такая джинсовая куртка. Я твой самый близкий бой Это ближний высплывай Один по бокалу Это ты не улыбнулся Не убежал Не облегнулся Распомнился Типа приходил Мужики не стал Я тебя спорил Это ты не улыбнулся Я тебя не улыбнулся Я тебя не улыбнулся Ты будешь в darfмании Стporter, все жив Я могу убежать Ты мне принесли Зачем ты в cameras Я тебя не был spit Я тебя не улыбнулся Я тебя не решит Я тебя не улыбнулся Я тебя не улыбнулся Она меня прележит Нечуable Я тебя не улыбнулся Я тебя не улыбнулся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все без тебя не так Лечу в тебе словно аммета И даже под полом пустолета Я найду тебя, я найду тебя Я найду тебя, я найду тебя, я найду тебя Субтитры сделал DimaTorzok Я найду тебя, я найду тебя Хей, здорово мой друг или зритель, который просто по ту сторону экрана Подпишись на мой канал и поставь лайк, если тебе действительно покажется этот контент достаточно здоровым и интересным Сегодня я решила разобрать как бы тему моды, образы и вообще что как бы удобно и модно носить этой зимой Это будут образы как зимние парки, теплые свитера, кофты, джинсовые образы, всякие разные меховые изделия в сочетании с аксессуарами Если тебе понравится этот влог, если тебе интересно будет посмотреть про моду 2020-2021 год Какие цветовые гаммы сейчас интересны, как можно сочетать ту или иную одежду Даже если у вас нету слишком дорогих чинанцев, чтобы все это приобрести Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому